Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые 83 мобилизованных, которые сейчас проходят боевое слаживание в воинских частях региона, уже получили единовременную выплату в 50 тысяч рублей. Такое решение в понедельник принял губернатор Дмитрий Азаров. Он поручил Кабинету министров региона в кратчайшие сроки разработать соответствующие нормативно-правовые акты и предусмотреть средства в резервном фонде. Деньги на счета самарских бойцов будут зачисляться по мере предоставления списков Министерством обороны. Глава региона подчеркнул, в случае, если мобилизованные будут дольше находиться на обучении и боевом слаживании в военных частях, правительство вновь вернется к вопросу предоставления единовременных выплат в дополнение к денежному удовольствию от Минобороны. От Министерства обороны России также поступили новые разъяснения относительно порядка предоставления гражданам отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Губернатор переговорил с военным комиссаром области Алексеем Вдовиным и дал указание по выверке списков граждан, которые уже призваны, находятся в частях и проходят обучение. Те из них, кто в соответствии с указанными разъяснениями не подлежит мобилизации, будут отправлены домой. В ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен на заседании областной призывной комиссии по мобилизации. Как сохранить бизнес, если его владельца мобилизовали? В каких случаях стоит закрыть фирму, а когда лучше составить генеральную доверенность на управление делами? Решит ли проблему наличие в компании двух директоров с параллельными обязанностями? Подробности в нашем сюжете. Даже если повестка не пришла, но такой вариант возможен, нужно заранее подумать, как поступить с бизнесом в случае мобилизации. Ведь индивидуальный предприниматель несет ответственность всем своим имуществам. И если бизнес лопнет, рискует вернуться к разбитому корыту. По мнению специалистов, нужно решить, кому вы доверяете. В идеале это должна быть женщина или мужчина, которого точно не мобилизует. В отношении него нужно оформить генеральную доверенность, с помощью которой он сможет выполнять те действия, которые обычно выполняет сам предприниматель. О чем нужно в первую очередь подумать? Об уплате обязательных платежей, налогов, сборов, страховых взносов на работников. О совершении каких-то сделок по текущей деятельности, которые нужно каждый день совершать, чтобы деятельность бизнеса не оказалась заблокированной. О заключении трудовых договоров, если есть такая необходимость. О получении корреспонденции. То есть все то, что делает индивидуальный предприниматель обычно сам, каждый день для того, чтобы его бизнес функционировал. Если бизнес достаточно большой, можно назначить одновременно двух директоров. Законодательство такую возможность предоставляет с 2015 года, хотя ей мало кто пользуется. Для этого нужно оперативно внести изменения в устав и предусмотреть, чтобы эти два директора могли действовать независимо друг от друга. В случае мобилизации одного из них, второй будет выполнять все полномочия, и фирма продолжит свою нормальную жизнедеятельность. Второе, что обязательно сделать, я рекомендую в банке предусмотреть право второй подписи для распоряжения расчетным счетом организации. Потому что все мы знаем, что пока расчетный счет организации жив, значит организация жива. Как только расчетный счет заблокирован, все, никакой деятельности никто вести не может. Уплату платежей, которые носят регулярный характер, можно настроить через кабинет налоговой. Для остальных потребуется доверенность на лицо, которое будет производить расчеты. Непосредственно в банке, там можно завести карточку предприятия с еще одной подписью, человеку выдадут еще одно ЭЦП, и таким образом у нас будет два ЭЦП. На случай, если человек мобилизует, вторая ЭЦП, пожалуйста, она работает. И не забываем, что многие предприниматели, когда им это объясняют, говорят, ну я просто уеду, а свою ЭЦПшку передам бухгалтеру или жене. Это все хорошо, но ведь ЭЦП, это не механизм, скажем так, ЭЦП может сломаться. И что будет, если она сломается? Все, фирма парализована, а с фронта вернуться и поменяться ЭЦП нельзя. В случае, если весь бизнес завязан на вас, и вы понимаете, что вашей фирмы без вас полноценно работать не будет, лучше предприятие закрыть. Поскольку мобилизация не освобождает индивидуального предпринимателя от уплаты налогов, сборов. Предусмотрено освобождение от уплаты страховых взносов, но только если деятельность не ведется. Сейчас в Госдуму внесен законопроект об отсрочке мобилизации для предпринимателей. Это сделано как раз для того, чтобы он мог решить, как поступить с бизнесом. Но принимать решение в случае вступления закона в силу придется быстро, пока депутаты обсуждают, сколько дней предоставить для этих целей – пять рабочих или пять календарных. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. Когда общее дело объединяет. Сотрудники организации, собирающие гуманитарную помощь мобилизованным, отмечают – самарцы – люди с большим сердцем. Наша съемочная группа встретилась с членом казачьего общества и председателем Союза военно-исторического клуба «Бессмертные гусары». Они неоднократно выезжали к нашим бойцам в зону специальной военной операции. О том, как помогают военнослужащим и в каком расположении духа пребывают наши солдаты, расскажет Александр Гусева. На счету Максима Горельченко уже две продолжительные поездки к нашим военным в зону проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Поддерживать бойцов на фронте – задача каждого жителя нашей страны, считает член хуторского казачьего общества. Вот собирали все, что принесут. И вот у нас каждое утро, мы вставали в пять утра, и вот эту посылочку, каждую пять тонн мы собирали ее и разбирали. Вот мы берем первую четверть грузовика, разобрали, вскрыли, посмотрели. Так, это на передовую, это надо в госпиталь передали. То есть мы смотрели, что кому конкретно надо. И ехали, и отдавали. Для эмоциональной разгрузки наших солдат и поднятия боевого духа Максим Горельченко и участники казачьего хора ко второй поездке на Донбасс подготовили творческий репертуар. В него вошли такие известные песни, как «Смуглянка», «Казаки в Берлине» и произведения собственного сочинения. Поддержать наших военнослужащих и побывать в зоне проведения СВО решил и председатель военно-исторического клуба «Бессмертные гусары» Артем Гусев. Клуб старается активно поддерживать свою подшефную 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Александрийскую бригаду. Артем Александрович утверждает, что гуманитарная помощь, которую отправляют солдатам, жизненно необходима. Ведь у наших военных практически нет возможности поддерживать связь с родными и близкими. И такое общение, оно очень полезно и для нас, и прежде всего для них. Ребята сидели, читали письма, письма, написанные школьниками и переданные с гуманитарной помощью. Они читали и плакали. Ребята скучают по своему дому, по своим родным, по своим близким. И, конечно же, им нужна вот эта моральная и духовная помощь. Военным всегда интересно знать, как обстоят дела дома. В их родном городе. Помощь и поддержка, которую оказывают неравнодушные самарцы, напоминается летом о том, что дома их помнят, любят и ждут. Александра Гусева, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. В Самаре открыли мемориальную доску, посвященную Алексею Шпилевскому, погибшему во время спецоперации. Памятная доска установлена в школе номер 118 в Красногринском районе областного центра, где учился гвардии старший сержант. Почтить память бойца пришли родственники, друзья, сослуживцы, глава района и депутаты. Подробности у Светланы Тимофеевой. Он не вернулся из боя. Сегодня в самарской школе номер 118 почтили память своего выпускника Алексея Шпилевского, погибшего при исполнении воинского долга во время проведения СВО. На торжественную линейку пришли родственники, друзья и сослуживцы гвардии старшего сержанта. Антон Колодников с трудом сдерживает слезы, ведь он потерял друга детства. Он был замечательным человеком. Много меня научил. Он был чуть старше меня. Он дал мне много советов, которые помогли мне в армии. Он провожал меня в армию, встречал меня с армией. И потом принял решение идти и посвятить свою жизнь в службу родине. В знак памяти в школе сегодня торжественно открыли мемориальную доску. Алексей Шпилевский решил связать свою жизнь с армией в 2013 году. За годы службы он не раз бывал в горячих точках. С началом специальной военной операции снова оказался на передовой. Бой у села Деброво 30 апреля 2022 года стал для него последним. Погиб в неравном бою против националистического подразделения «Айдар». Их было в пять раз больше. В том бою погибло 8 человек. Их всего было 10. В том числе и Алексей среди них находился. Двое выжили. Но они уничтожили в три раза больше. За самоотверженность, мужество и отвагу Алексея Шпилевского нагородили орденом мужества посмертно. Говорить очень тяжело. Но я хочу обратиться к ребятам, школьникам. Дорогие, помните всегда, что в этих стенах учился герой, который пожертвовал своей жизнью. Ради того, чтобы мы с вами сегодня могли здесь стоять, чтобы над нами было небо без ракет, вечная память говорила. Последний раз со своей семьей Алексей разговаривал. За неделю до гибели. Получив контузию, он был у врача и нашел возможность позвонить. У гвардии старшего сержанта остались двое сыновей. Расскажу, что их отец героически погиб при военных действиях, боевых, защищая наше мирное небо над головой, чтобы спокойно ходили, гуляли, радовались жизни, как наши дети, так и все мирные жители. Велина Шпилевская говорит, что когда сыновья вырастут и захотят, как и их отец, пойти служить по контракту, она в этом решении детей обязательно поддержит. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Исправляют то, что должны были сделать подрядчики. В Самаре по заказу Департамента городского хозяйства провели работы по ремонту деформационных швов на путепроводе «Аврора» и Южном мосту. Всего на участке 38 швов. Качество работ проверила глава Самары Елена Лапушкина. Этот ремонт – вынужденная временная мера, поскольку дорога все еще находится на гарантии после обновления в 2017 году. Однако подрядчики не могут выполнить свои гарантийные обязательства по восстановлению покрытия из-за процедуры банкротства. Администрация Самары провела аварийно-ямочный ремонт за свой счет. Все затраты, которые понесла городская казна, будут взысканы с подрядчика в судебном порядке. А саму дорогу в следующем году после завершения гарантии капитально отремонтируют, чтобы еще один проезд в город был комфортным для автомобилистов. Хочется уже прийти сюда, срезать полотно, чтобы убрать скалейность, качественно отремонтировать деформационные швы. В местах некоторых у нас погнуто ограждение дорожное, конечно, восстановить дорожное ограждение. Планируем, что капитально, качественно зайдем уже с полным перечнем работ в следующем году. Вовремя приехать на занятия или успеть на спектакль до третьего звонка. Доехать с одного конца города на другой всего за 20-25 минут. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная», которая станет последней на первой ветке городской подземки. Напомню, движение по Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, где расположится новая станция метро, временно закрыто. Кроме того, с 8 октября по 21 ноября ограничено движение и по другим улицам. А именно, полностью перекрыта территория в районе перекрестка Полевой, Самарской и Новосадовой. На первом участке сейчас идет вынос инженерных коммуникаций, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрических кабельных линий, газовой магистрали. На втором участке демонтируют существующее покрытие проезжей части для дальнейшего переустройства ливневой канализации, водовода, кабелей связи. А затем на следующем этапе, когда перенесут инженерные сети, опустят щит и развернут тоннели-проходческий комплекс. В районе перекрестка Полевой и Новосадовой предусмотрена стыковка тоннелей, действующего и нового. В связи с этим движение организовано в объезд участка. В том числе зону метростроя объезжает общественный транспорт, автобусы восьми маршрутов. Для этого установлены временные дорожные знаки, информационные щиты, аншлаги, скорректирована работа светофоров на близлежащих улицах. В ряде локаций у светофоров появились новые поворотные секции, провели регулировку. А на пересечении улиц с Невской и Новосадовой смонтировали дополнительный светофор. Теперь разрешен поворот с Невской налево на Новосадовую. Кроме того, улица Первомайская сейчас стала односторонней. Движение предусмотрено только в сторону Волги. Мониторинг дорожной ситуации организован непрерывно. Региональный заказчик, администрация Самары и ГИБДД, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются минимизировать временные неудобства для горожан и просят жителей областного центра отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам. Ведь в будущем ввод в эксплуатацию новой станции метро значительно улучшит организацию транспортного сообщения между отдаленными районами и историческим центром города, сделает поездки более комфортными и быстрыми. Есть простой рецепт, который я всегда даю своим студентам – это знать расписание транспорта. У меня один из корпусов нашего колледжа находится в центре, и поэтому те самые любители опаздывать уже не скажут, что не ходила где-то там что-то, маршрутка. Четко будет ходить метро до станции театральной, от которой они уже в пешей доступности могут добежать, дойти до колледжа, и уже не будет такой причины опаздывать. Что волнует сегодняшних выпускников? Об этом они рассказали главе города. Елена Лапушкина сегодня побывала в 43-й школе промышленного района Самары. Она осмотрела новый пищеблог и школьный музей. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Что волнует сегодняшних старшеклассников? О чем они думают и переживают? Глава города сегодня побывала в 43-й школе промышленного района Самары. Такие встречи с 11-ти классниками самарских школ Елена Лапушкина проводит регулярно. Я совершенно точно понимаю, что это ребята, это наше очень близкое будущее. Как они себе представляют развитие города, что их беспокоит, что их тревожит. И, конечно, рассказать в том числе и о городе. И, возможно, они сделают какие-то предложения для города, что тоже будет очень важно и очень ценно. Ну и в дальнейшем, конечно, я продолжу и встречу с ребятами. Глава города также осмотрела школьный музей, посвященный Алексею Красильникову, герою Советского Союза, сержанту 156-го полка 6-й гвардейской армии. По словам учителя истории Игоря Богданова, школьный музей играет большую роль в воспитании подрастающего поколения. Музей воспитывает в детях не только патриотическое чувство любви к родине. Это еще и способ объединения ребят, создания сообщества, в котором они прекрасно понимают, что есть определенные способы взаимодействия, правила этого взаимодействия. Они чувствуют плечо, в том числе и старшего товарища, поскольку в музее всегда обычно работают группы разновозрастные. И все это вкупе, я думаю, способствует социализации личности и гражданина. Елена Лапушкина осмотрела школьную столовую. Летом здесь завершился капремонт. Обновили не только оборудование, но и зал. Горячее питание готовится прямо в стенах учебного заведения. Вопрос питания – это один из главных вопросов, которые мы решаем. Но мною замечено, что в новом пищеблоке у нас увеличился охват питания. Дети с удовольствием ходят в столовую. Было заменено все оборудование. Был произведен капитальный ремонт всего обеденного зала. Поэтому мы, пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо за то, что нам помогли решить этот вопрос. В школе обучаются 27 детей, вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Общалась со старшеклассниками глава города традиционно без камер. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В Самаре подводят итоги летнего сезона благоустройства дворов по региональным и федеральным программам. Сегодня глава Октябрьского района и жители осмотрели территории, обсудили выполнение работ и наметили планы на дальнейшее развитие. Даже в дождливую погоду новая детская площадка у дома номер 3 по Печорской привлекает внимание ребят. Игровую зону с антитравматическим покрытием здесь установили по федеральной программе формирование комфортной городской среды. Жильцы дома на собрании, оформляя заявку, выбирали, чем именно наполнить площадку. Выбор был между спортивной зоной и детской. С итоговым решением не прогадали. Особенно после вечерами, когда после школы приходит очень много людей, не только с наших домов, но и с соседних, которые действительно здесь играют и довольны. А между домами 3 и 3А по Печорской по той же программе сделали проезды и организовали несколько парковочных карманов. В дальнейшем у жителей планы разлиновать парковку, обозначить постоянные места для инвалидов и согласовать установку шлагбаума, чтобы в часы пик двор не забивался посторонними машинами. Жители обещают поддерживать красоту во дворе и украсить его цветами. Я думаю, что у нас все на следующий год получится. Будем стараться. Жители тоже стараются. Они следят. Я когда, например, в отъезде где-то нахожусь там или за городом, они обязательно не перезванивают, сообщают, что да как. Работа на каждом этапе от оформления заявки до приема работ находится под контролем районной администрации. К процессу активно привлекают и жителей, которые сами решают, что им нужно сделать в первую очередь, и общаются с подрядчиками, если есть вопросы или замечания. Мы привлекаем к участию, привлекаем к приемке. Ну а уж про реализацию проекта, я имею в виду формирование самого проекта, эскизов, ну тут даже не обсуждается. С этого все начинается, и с инициативы жителей, предложения их. А дальше мы уже просто формируем в более правильную оболочку это все, в правильный проект, для того, чтобы это все прошло и было гарантированным участником проектов. Всего в Октябрьском районе в этом году три двора отремонтировали по федеральной программе формирование комфортной городской среды. Еще в девяти дворах выполнены работы по ремонту проездов насчет средств администрации Октябрьского района. Ольга Павлова, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Эффектные данки, ожесточенная борьба, овертайм и первая победа в единой лиге. Баскетбольный клуб «Самара» переиграл на домашнем паркете «Енисей» из Красноярска. Подопечные Сергея Базаревича подарили настоящий праздник болельщикам, которые пришли во дворец спорта на Молотогвардейской. Как это было, расскажет Анатолий Головко. Накануне баскетбольный клуб «Самара» одержал первую победу в родных стенах и поправил свое положение в турнирной таблице единой лиги. После двух поражений подряд на старте сезона дружина Сергея Базаревича не имела права на ошибку. Преданные болельщики ждали от клуба только победы. На этот раз команда с берегов Волги не подвела и дала настоящий бой Красноярскому «Енисею». В первом отрезке встречи соперники практически не уступали друг другу. Усилиями Кесси Риверса и Джеймса Эниса «Самара» все же смогла завладеть небольшим преимуществом четырячка. Во второй четверти сибиряки переломили ход поединка. На большой перерыв они ушли с перевесом в плюс два. Третья и четвертая четверти больше напоминали остросюжетный триллер. Неудержимый Маркос Найт был точен из-за дуги. Энис, имеющий за плечами многолетний опыт игры в NBA, вкалачивал сверху, а Риверс и Рис работали на средней дистанции. Баскетболисты «Енисея» хозяевам паркета не уступали. Гости работали в атаке результативно. В итоге соперникам не хватило основного времени, чтобы определить победителя. 81-81. В овертайме за счет индивидуального мастерства Эниса и Риза волжане взяли верх со счетом 92-86. После матча Сергей Пазаревич отметил, что его новая команда все еще находится в процессе становления. Баскетболистам требуется время, чтобы привыкнуть друг к другу и отладить игру в защите и в нападении. Все это требует работы, это требует времени. Мы будем продолжать. Рады победить, потому что это дает дополнительную уверенность. Фурвард Самары Кейси Риверс, набравший 16 очков в поединке, разделяет позицию наставника Волжан. Наш поиск еще продолжается. Мы улучшаем наше взаимодействие. Хорватский тренер Енисея Дражин Анзолович заявил, что Самара укомплектована высококлассными игроками. Наставник считает, что у сибиряков была возможность одержать победу, но хозяева были сильнее за счет индивидуального мастерства отдельных баскетболистов. Поздравляем команду Самары с победой. У нас было шансы, я могу сказать, что в регулярном времени у нас была большая шанса выиграть игру. По словам тяжелого форварда Енисея Александра Гудумака, на итоговый результат матча повлияли сразу несколько ключевых факторов. Ряд ошибок, неправильное принятие решения в нападении, несколько неовдуманных бросков, а защищаться не смогли против их лидеров, перекрыть их в сильные стороны. После трех туров Самара занимает девятое место в турнирной таблице единой лиги. Следующий поединок дружина Сергея Базаревича проведет на выезде против Нижнего Новгорода 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня, 13 октября, на своих информационных площадках. Благоустройство двора в рамках проекта «Лучший двор» обсудили на собрании жителями дома по проспекту Карла Маркса 481, сообщает телеграм-канале Кировского района Самары. Проект предусматривает устройство парковочных мест, восстановление проезда и тротуаров, благоустройство газонов и реализуется в рамках государственной региональной программы поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы. В Красноглинском районе 15 и 16 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате торговли с автомашин. С 8 утра до 20 часов вечера самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию, говорится в телеграм-канале городской администрации. Ярмарка будет работать по адресу улицы Мира, 6. Администрация Самары приглашает жителей за покупками. Самозанятые Самарской области могут разместить свои товары на онлайн-витрине, информируют телеграм-канале советского района. Региональные власти организовали специальную интернет-площадку для самарских мастеров, где жители могут познакомиться с их продукцией и услугами. Онлайн-витрина представляет собой раздел единого портала господдержки бизнеса Самарской области mybis63.ru. В Самарском районе прошла регистрация жителей в системе ГИС ЖКХ. Жители района узнали, как внести показания приборов учета, получить информацию о планируемых проверках и ремонтах, проверить тарифы и получаемые услуги, оплатить счета и пожаловаться на некачественные услуги. ГИС ЖКХ – информационный портал, созданный с целью сделать сферу ЖКХ для граждан проще, целостнее, удобнее и прозрачнее. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на наших страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok